Слушая музыку, помогать детям. В органном зале прошел традиционный благотворительный концерт. На одной сцене выступили именитые музыканты камерного оркестра Игоря Лермана и дети, ученики музыкальных школ города. Собранные средства от совместного выступления передали в школу интернат ОМЭД. О том, как музыка не только связывает, но и помогает детям, узнала съемочная группа программы Челны-24. Со дня открытия органного зала в Набережных Челнах в нем проводятся благотворительные концерты. Этот стал уже 14-м по счету. Каждый раз собранные средства направлялись в различные учреждения для помощи детям. И самая первая наша программа, которая была сыграна 25 февраля 1989 года, сбор от этого концерта был перечислен в детский дом. Так что, по сути дела, это наша стезя, это наше направление. Но вообще, конечно, невероятно приятно, что ты можешь быть полезен, можешь помочь. Билет на благотворительный полуторачасовой концерт стоил тысячу рублей. Все деньги, вырученные от продажи, на этот раз перечислили в школу для детей с ограниченными возможностями здоровья ОМЭД. По словам зрителей, они не только помогли ребятам, но и получили наслаждение от классической музыки. Очень понравилось. Мы, наверное, меньше ожидали, что получили. Отдохнули и получили большое удовольствие. Там вот сейчас выступают девочки в костюме барашек. Они, ну, они как бы, некоторые девочки мои ровесницы, ну, по возрасту. Они хорошо выступают. Очень приятно, очень духовно, очень душевный вечер. Очень волнительное состояние сейчас. Трудно передать. Этот концерт дает возможность талантливым детям выступать в органном зале. Все они – воспитанники челнинских музыкальных школ. И вдруг он мясо слышит. Спасибо! На этом благотворительном концерте удалось собрать 650 тысяч рублей. В школе ОМЭД уже знают, на что именно пойдут деньги. Потратим на театральные костюмы, потому что наши дети выступают, сами организовывают концерт и на Новый год, на Масленицу. День осени у нас бывает. Поэтому очень помогли нам эти деньги. По словам директора образовательного учреждения, на сколько театральных костюмов хватит денег, столько и купят. Это будут наряды снегурочки, волка, зайца, снежинки, матрешки и других персонажей для детских выступлений. Любовь Захарова, Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, Челны, 24. Продолжение следует...